Друзья, всем привет! Вы смотрите подкаст на канале Найза. Я так понимаю, что названия у него пока еще нету, да, Нурбек? Найза Дай будет. Заранее презентую. Окей, да. Это подкаст Найза Дай. Стоит представить участников этого подкаста. Нурбек Карбала — это глава самого промоушена Найза. Это Шавкат Рахмонов, это боец UFC, топовый боец UFC. И Вячеслав Никифоров, стендап-комик. Да, я прайд выиграл. И победитель турнира в 2006-м. Видели же? Турнир драконов, да? Да-да-да. И победитель турнира драконов. Мы сегодня попытаемся обсудить грядущий турнир Найзы, поговорить о карьере Шавката и о всяких разных новостях, которые происходят в Найзе. Давай про турнир сначала. Да, 21-го числа в Ахтюбе у нас состоится очередной наш турнир Найза 48, где сразятся одноклубник Шавката, Казбек Саган и Шинкай. Шинкай — это бывший боец с Англией, бывший боец лиги UFC. Очень сильно сегодня тренируется в Таиланде. И, ну, я думаю, не сюрприз будет, что, если рассказать, что к нам он попал через САЭД, всех таиландских бойцов к нам промоутируют. Все пути ведут к САЭДу. Да, все пути ведут к САЭДу. Ну, достаточно такой интересный и такой необычный турнир для нас. Почему? Потому что в Ахтюбе мы первый раз вообще собираемся проводить. Наверное, это в этом году, да, это уже второй турнир на Западе. То есть был в Актау, ты был там, это второй турнир в Ахтюбе. И вообще на Западе аудитория, болельщики, фанаты, они очень ждут этого. Я думаю, зал будет, ну, я уверен, что зал будет переполнен, хоть это даже и понедельник. Такие красочные, интересные бои. Помимо боев у нас пройдет гран-при по грэпплингу. Также у нас будет рэкбол, который мы хотим презентовать в новом формате. Все рассказывать не буду, но будет очень интересно. Ну и 13 жарких поединков, где будут актюбинцы участвовать. Это вот для актюбинцев. Такие бойцы, как Нурбек Кадрахманов, Балдат Жубаныш, да, трехкратный чемпион мира. И многие-многие другие интересные бойцы. Я правильно понимаю, что ты просто сказал, что будет уже и рэкбол, и другие мероприятия. Это все фестиваль, и он длится несколько дней. Да, этот фестиваль продлится где-то около четырех дней. Будет форум, где, кстати, Слава будет тоже выступать. Форум будет назваться 5Q. Именно для людей, кто в спорте. Все согласно нашей философии, нашим принципам. То есть будем искать человеческий капитал на Западе. Я вам придумал название для фестиваля. Но он будет назваться правильно какой-то? Найзефест или? Да, Найзефест. Я придумал вам клевое название. Знаешь, Германия, она же славится октоберфестом. Надо сделать октоберфест. Ого. Это 5 дней каждый год. Надеюсь, ну что, в Германии плохого не происходит в этом? Нет, нет, только хорошее. Здесь будет пропагандироваться спорт, и все будут пить протеиновые коктейли. А там пиво. Да. А пиво не пьем. Это правильно. Шевкат, будешь там? Не понял. Ты туда приедешь? Я там, я не знаю, вряд ли буду, потому что мне надо уже готовиться. Совсем скоро бой у меня. Курубак, давай ждать тебя. Айдар всех ждет. Всех своих друзей надо. В принципе, мне надо готовиться. Туда-сюда не летать. Лишь нас больше заниматься. Сейчас там есть чуть-чуть маленькие травмы. Я думаю, мы его уговорим еще раз. Я сам не хочу куда-то поехать. Я думаю, наоборот, знаешь, когда Шевкат в углу у бойцов, это плюс 10 в морали. Нет, конечно. Когда сам был молодым бойцом, кто-то, если рядом стоит, который профессиональный, кто-то совет, который правильно дает, мне было приятно, и мне это больше уверенности давало. Молодым бойцам тоже примерно так и понимаю. Просто, когда сам готовишься, ты должен не отвлекаться, готовиться правильно, туда-сюда не лететь, не гулять. Все было, чтобы четко, самое главное, серьезный соперник, серьезная организация. За это надо побеждать. Все ждут от меня победы. Я не могу просто их подводить или что-то там. Режим? Гулять можно везде после боя. Слава, ты что думаешь о боях, кроме стендапа в октябре? Да, я еду, лечу в октябре 19-го числа, у меня будет там сольный концерт. Вообще, надо мне сначала сказать, я первый раз был на Западе недавно, и я влюбился в Запад. Ну, я вот в октябре хочу некоторое время вообще пожить, потому что люди настолько прямые и заботливые, что это поражает немного. И я расскажу случай, я был в отеле, и я встаю, ну, не рано утром, я в час встаю, и я прихожу сонный, ужасный, думаю, сейчас шутки надо писать. Сажусь, и ко мне подходит администратор вот так вот. Почему ты не пришел утром, мы же завтрак приготовили? И он такой, я не понял, на меня наехали, или просто меня сейчас позаботились. И на следующий день я встал в 6 утра, я пришел на завтрак, она меня накормила, и была довольная, и все равно все прямо говорила, я такой, как круто. Это не передать, надо там побывать, чтобы понять вот этот вот менталитет. Это классно, я удивился, что типа, почему мы так не делаем? Почему у нас так не служилось? Мы как-то вот так, вот так, как качели какие-то, ты воду развозишь, а там на-на-на-на-на, все, свободен. Просто живешь в квартире, никто завтрак не приносит, вот ты бесишься. Да, согласен. Вот, 19-го у меня будет концерт, потом все это время я буду проводить на фестивале. Я попросил сделать мне грэплинг-матч какой-нибудь, с кем-нибудь, но соперников нету. Кто-нибудь, поборите со мной, пожалуйста, я драться не хочу. Шавкат дерется. А что вы берете, походу? Обязательно устроен. Нурбек может быть в сопернике. Я уже три дня пью БЦА. Три дня? Да. Очень много. Серьезно подготовился? Нурбек в соперника не хочешь? Ты же тоже борец. Побороться, побороться. Не, можно, да, можно побороться, если согласиться в мою весовую категорию. Надо подождать, да, надо будет собрать чуть-чуть тогда массу. Протеинги надо делать. Да, да, да. Тоже на ЛБЦА. Я как понимаю, что из Актобе как раз, правильно, а как говорить нормально? Актобе. Актобе, окей. Да, Актобе, оттуда же как раз и Жалгас. Прикапываться. Правильно. Оттуда же и Жалгас, и Мороз, и еще такая плеяда бойцов, которые как раз начинали в ММА и в Казахстане. Да, на самом деле, если брать Актобе отдельно от всего Казахстана и объединять его с Западом, допустим, в Западном регионе, это одна из сильнейших школ, Еркенкыш. Многие пацаны дерутся в разных промоушенах, в том числе это Сергей и Жакова, они уже говорят за это, да, то, что ребята... Там есть история, там есть коллектив, дружная команда, там есть бойцы очень много. Помимо Ахтюбинских самих областных или городских ребят, там тренируется ряд пацанов со всего Запада, со всего Казахстана. Если анализировать, много ребят, которые дерутся в ACA и других промоушенах, проходили там подготовку. Даже в Найзе, кто дерутся, сколько считал, ребята, наш чемпион, а, наш претендент к поясу, это Шагириев, Ильдар Кудебергенов, наш экс-чемпион, да, там, он тренировался там. И многие-многие бойцы приходят туда для вот этой экспертизы ММА, так сказать, не казахстанского, а какого-то заграничного подхода к подготовке, можно сказать, даже, наверное, западного, да. И скаринг-партнеров очень хороших. Вот эти три фактора. И там есть Айбегагай, вот четвертый такой, немаловажный и очень большой плюс Айбегагай, Ашимагай, которые стратегически, вплоть до тактического движения, тактических каких-то штучек, каких-то моментов, хитрости, все ставят. Ну, то есть мне в этом плане они нравятся, да. Давайте немного разбавим подкаст актуальной какой-то темой, чтобы сделать громкий заголовок. Сейчас, в любом случае, все фанаты ММА, они обсуждают UFC 281, и мне кажется, Шавката как раз стоит про это спросить. Поединок, который, в принципе, ну, близок к тебе должен быть, это бой чемпионский в среднем весе. Израиль Адесани потерял пояс, этот парень был вторым pound-for-pound вообще в мире, очень долго держал свой чемпионский пояс. Ты когда все это увидел, о чем подумал, что почувствовал? Что-то чувство, так, кто-то выиграл, кто-то проиграл, такого ничего, чувства нет. Просто было, как, скажем, по идее, Адесани хорошо дрался. Очень хорошо дрался. Он выиграл даже. Адесани, да. Адесани, да. Адесани, да, отечки четко было. Вот удар пропустил, вот это тоже как соперник тоже до конца шел. Он, чем некоторые соперники, которые, Адесани, они начинают с ним осторожничать, они даже, не знаю, не уверенно себя ведут, грубо говоря, вот. Он был уверенным, потому что он его, по-моему, два раза выиграл. Да-да-да, в кикбоксе. Это третий раз уже он побеждает. Получается, левый хук хорошо словил в него. Я посмотрел в бой. Ну, он хорошо его блокировал очень. Все четыре раунда прям висел на нем, руку постоянно ставил. Все хорошо было, где-то валил. И что-то, мне кажется, это эго Адесани, у него с эго проблемы большие. Вот я за ним слежу, и от боя к бою он в моменте уже сказал, что я бог. Ну, это все же человек поехал уже, я бог. Как, как? Нет, братан, ты человек, ты вот стоишь же передо мной. Все, он же спустился. Вот сейчас спустили, да, его. Он понял, что я не бог. Да. Ну, на самом деле, вот ряд мнений высказывалось. Многие говорили о том, что психологически Адесани было тяжело драться. С Пирейра, да? В том плане, что до этого два раза проигрывал, проигрывал оба раза, кажется, нокаутом. Не, один раз нокаутом, один раз решением. А, решением. Ну, последний раз, когда нокаутом проиграл, очень тяжелый такой глубокий нокаут был, да. И типа это поддавляло. На самом деле, мне кажется, на Адесани это не давило, а давило то, что многие его критикуют за слишком осторожные бои. Это как с Димитрием Джонсоном, помнишь? Только он не повелся на это. Димитрием сказал в свое время, это мое здоровье. Я там как дерусь, так и дерусь, как бы самое главное выигрываю. И тут с Адесани получилось, наверное, так, что он хотел где-то в каких-то моментах досрочно завершить бой. Зрелищно. Да, зрелищно сделать так, чтобы без отрёсов. Вот в первом раунде был такой момент, когда он попадает в правый прямой, потом даёт стрелку. Да, 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 и раунд заканчивается. Да, да, за пять секунд, за три секунды. Нет, там даже за одну. Там был такой момент, что как бы уже всё. Ещё два удара, три удара в партере, мне кажется, бейбл завершён был. Но также был момент, когда он во втором раунде, кажется, как бы перевёл в партер. Да, хорошо сонтренировал. Тогда, если честно, мне обылах жалко стало. Они бороться вообще не умеют. Ногу не может заправить. Не то, чтобы не мог заправить, он даже не хотел заправить ногу. Почему? Потому что... Он не получает у него. Да, я бы сказал, я когда-то смотрю, просто смешно даст. Но мне кажется, он там грузил максимально, он хотел, чтобы кто-то отпустил руки и попасть хотел. Мне кажется, такая тактическая хитрость была. Подготовка к третьему, к четвёртому раунду, к чемпионским раундам. И тут чемпионский раунд, во-первых, антропрометрия, она намного на голове выше Перьера. Во-вторых, физическая сила. У Перьеры, невооружённым взглядом было видно, что он физическое мощное. Больше весит даже, да. Даже когда удары попадали, кулаки у Адсани настолько малы были по сравнению с Перьерой. Когда он попадал, он так попадал, как такой мужичок. Бум. А этот был как любитель, не знаю, как бы... Хлёстка на очки. Молодёжки, да-да-да. Работал на очки, но тем не менее, он его отправил один раз в нокдаун. Такой, может быть, не зафиксированный, но, на мой взгляд, показает, что его шатануло, болтануло, и как бы можно было доработать. И тут... А Перьера, мне кажется, всё это время ждал вот этого момента. Когда чуть-чуть выдохнется, руки отпустят, и тогда я его уроню. Он всё сделал так же, как и сделал в прошлом. Да, как и в кикбоксинге. Это НМА, детка, да? Момент свой, по-моему. По идее, если бы по очкам был бы, он бы проиграл бы. Были записки же судейские. Три раунда отдали Изи, и один раунд отдали Алекс Перейер. Вот последний раунд уже всё равно, если бы проиграл даже по очкам, он бы выиграл. Ну, может быть, знаешь, 10-8, если бы было бы, то дали бы... Да, там-то вряд ли. Когда там нокдаун, там два-три раза падаешь, вот тогда 10-8 нужно отдать. А так-то просто так, если по чуть-чуть выиграть, 10-9. Но все три раунда вроде бы... А, все три судьи показали, что... Один раунд Перейер отдали? Ну, получается, первый раунд, я думаю, как думал, я первый раунд думаю, вот это, Адсианова. Второй раунд Перейер выиграл, третий, четвёртый Адсианова. И пятый раунд, и всё. Вот так и было. Я даже судейских не смотрел, просто как... Как чувствую, чувствую, да? Шабхат, у меня вопрос, смотри. Хамзат Чимаев сразу же на следующий день или в этот же день объявил о том, что, типа, да что это за мешки, типа, ну, что-то типа подобное. Я там около 16 боёв провел, этот 8 боёв провел. Да, он в своём репертуаре, да, всегда? Ты как думаешь, случай там боя между Хамзатом Чимаевым и Перейера? Нет, кто победит? Перейера больше есть, ему проблемы будут. Ну, у Хамзата была история, когда он дрался на 84. Вот последний бой буквально. И закончил его в 30 или 20 секунд. Не-не, не в 84 дрался, он 80 с килограммами. 80 с килограммами. Ну, я не имею в виду, дрался спас ног. В 84 он тоже дрался. Ну, вот Перейер, это серьёзно, под 196 или сколько, там, перед боем даже ввесит. Это очень большая. Он с утра уже набрал 13 килограмм. Серьёзно? 12 килограмм он с утра уже набрал? Не знаю, сколько он на 2, но... Да, 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 96 килограммов он ввесит. 90 килограмм, да, перед сгомкой, ну, в смысле, перед боем. Не, а то только после взвешивания. А, после боя ввесит. Не, не после боя, а после взвешивания. После взвешивания. Он уже 96 весил. О, ничего себе. Ну, тогда да. Это просто большое. Ну, ты можешь хорошо бороться, но он тоже бьёт. Да, тоже такой бьёт. Конечно, там... Если Ингельсай был, то Хамзату нет шансов, да? Не знаю, пока нет, я думаю. Это вырежут. Ну, прям на заставку. Нет, у него есть шансы только в борьбе. Только... У него в борьбе только есть шансы. Я фаворитом считаю Хамзата. Ты Хамзат считаешь фаворитом? Перевести легко будет. Перевести легко будет. Мне кажется, просто... Не, ну, смотри. Опять же, вот, Адесания, это человек, у которого супер, там, экспертная ударная техника и суперэкспертная защита от борьбы была. Аперера – это просто очень крутой ударник, тоже экспертный уровень. Но видишь, когда Адесания дрался с Блаховичем, физическая сила зарешала, и чемпион мира по тайскому боксу переводил его и держал, как вообще... Он маленький был. Просто как ребёнка. И тут то же самое может случиться. Я про то же. Только будет наоборот. Просто... Вообще, 84, вот, чемпионы смотришь, их бои... Вообще, как бы, борьбы, можно сказать, очень низким уровнем у них. 84? Да, их нет. Я 77, наше 77 не говорил. Есть пацаны, там, два-три человека, которые прям хорошие борются? Ну, 84, таких я не вижу. Виторий же хороший борец. Он даже Адесания не мог перевести, он там с сеткой стоял, у меня там вот так делал. Но Адесания никто не смог перевести. Да-да. По идее, не вижу, что там. Адесания что-то пытается, ну, со стороны, кто хорошие борются, им смешно вот так смотрят. Он делает там такие движения. Давайте вернемся к нашему местному азиатскому UFC, который называется Найза. Шавхат, вот твой одноклубник Казбек Саган, Ельжан Аляскар, завтра подерутся в этом карте. И, ну, завтра, я имею в виду, 21-го числа, 21-го ноября в Ахтюбе. Что ты можешь рассказать вообще о Казбеке? Казбек очень хороший спортсмен, очень хороший парень. Он такой характер, в принципе, и все, что он может, в ринге отдаст. Я знаю, у него некоторые проблемы есть, я не буду их рассказывать там. Потом, да, он готов. Я думаю, проблема в том, что он все отдаст в ринге, а он будет драться в клетке, из-за этого будут сложности. В принципе, клетка и ринг, это одно и то же, просто правило. Но это в любом случае... Раньше в ринге дрались в ММА у нас был ринг. Сейчас современник, актогония, раньше там ринг. Еще рейдж, да, был? Просто в рифмы не входят, хочешь драться, делись в актогонии. Наговорили за это ринг. Да, прошу прощения, я просто по поводу того, что раньше дрались в ринге. Я видел, я не уверен, что это в Казахстане было. По-моему, это в Узбекистане, где на коврах дерутся. В Казахстане, в Казахстане, в Казахстане. Ты не видел это? Просто стелят ковры, стелят ковры, и на них дерутся, да. Ну, Арман Ашимов дрался в актогоне, и дождь пошла. Организаторы поселили, прям домашние... Молодцы, нашли выход из положения. Я всегда по тактике. И у Арман Ашимова был такой самый красивейший нокаут. Это, кажется, три семерки турнир был, да? А вот, ну, можно сейчас о Казахстане говорить. Конечно, твой одноклубник, мне тоже, он как по духу близок, знакомый, знаем друг друга. Но в любом случае мы за то, чтобы выиграл сильнейший. И соперник у него, я тебе скажу, такого соперника у Казахстана никогда не было в жизни. Никогда не был боец. Я, честно говоря, не смотрю, но я уверен, что Казбек выиграет. Просто буду болеть, переживать. А еще, я что, я не могу говорить, что Казбек проиграет. Я свой одноклубник, я уверен, что... Нет, понятно, что ты болеешь, переживаешь. Я тоже, отчасти, за Казбека болею, там, где-то, как бы, я за него. Но, в целом, как ты думаешь, соперника ты не видел. Казбек готов на сто процентов вот к своему бою. Это важнейший бой в его жизни, то есть за пояс. По-любому должен сто процентов готов быть. Вот ты сейчас его на тренировке видишь? Я особо не вижу, потому что у меня сейчас другая программа. У меня сейчас другая программа, я с ними особо не пересекаюсь. Я сейчас, допустим, качаюсь туда-сюда, физики набираю, они там начинают спарринговаться, там, отрабатывать. Я их не вижу просто так. Редко вижу так. В основном они были на сборах, в горах. Я туда не поехал, потом не ждут был. Раньше в Найзе было 8 весовых категорий. 53 килограмма, ну, как мы называем, округленные. 53 добавилось, вот, исходя из истории между Казбеком, Саганом, трехкратный чемпионом мира по рукопашному бою, и Багдатом Жубанышем, чемпионом мира, трехкратный чемпионом мира по ММА. У них была любительская история. Кстати, в этом карте Жубаныш тоже будет драться. между ними, то ли один или два раза, вот я не могу вспомнить, но один раз точно они дрались, и Казбек там по очкам проиграл. Вот, ну, конечно, все мы сейчас нацелены на то, что там, ну, особенно карастанская аудитория. А в финале чемпионата мира по ММА он ему проиграл же, да? Они, вот, Мюш. Тогда Казбек, он мог его выиграть? Я видел этот бой. Казбек просто не адаптировался к клетке. Прям было видно. Я ему прямо в этот же день позвонил, говорю, «Б***ь, ты че это не знаешь вообще?» Я говорю, «Брат, ты че?» Я говорю, «Сука, ты че?» Я говорю, «Казбек, брат, я прям видел, что ты, типа, просто не адаптировался к пространству. Клетка же совсем другое. И прям было видно, что просто че-то не то. Вот просто че-то не идет, не идет, не идет. А я Казбека знаю еще, когда он... Вот в рукопашном бою я слышал от Азиза, что есть какой-то заслуженный мастер спорта, какой-то очень сильный тип. И я его встречаю в зале и вижу 57 килограмм просто очень энергичного парня, который... Да-да-да. Но тогда он 57 был. А он в межсезонье-то сколько весит, если выступает? Четыре... Четыре... Ты хочешь сказать? Про Казбека говоришь или про Казбека? Не-не, про Казбека. Да-да-да, я за Казбека. В межсезонье он у нас дрался. Три боя провел, три поединка провел, даже четыре, кажется, провел 57 килограмм. Он всех соперников своих дисклацировал. То есть досрочно всех выиграл. Вот эта весовая категория, она была создана именно для них, для их противостояния. Ну, не знаю, как это получится, но в любом случае в Средней Азии очень много таких мухачей. И мне... Это даже меньше, чем мухачи. Это минимальный... Они сейчас... Не, ну, вы посмотрите, Казбека бой с армян пареньем, Варшам, Георгиан. Варшам, Георгиан. Там такая запредельная скорость. Я, когда эти удары, я специально включал. Я вообще не видел, что ты нокаутировали. Вот так люди ставил, знаешь, как бы... Мазомерную скорость. И только тогда я заметил удар. Там насколько все быстро было. И Багдат, кстати, он тоже очень быстрый. Что я заметил вообще, когда Казбек залетел, а Багдат позже залетел, когда мы уже обговорили, Багдат в любительском виде очень был такой, знаете, как бы... Ну, когда Багдат выходит, я Казбек тоже узнал, чем Багдата. Багдат выходит... Я всегда думал так, что, ну, выиграет однозначно. Ну, духом сильный, морально сильный, такие волевые качества, до конца дерется. Прям... Потом вот эти штучки, которые Жако Мороз делает, там, с разных сторон бьет. То есть, алиби на последних боях-то видел, да? Там проходил ногу, локтем в голову давал. Там, как будто бил живот, бил локтем. Вот эти штучки, у них эти финты очень сильно отработаны. Я сейчас ничего не говорю про Школу Дартин, но в целом очень серьезное противостояние ожидает. Ну, конечно же, не хотелось бы, чтобы у кого-то чей-то соперник снялся. Но я так в голове держу, не дай бог, у кого-то соперник снимется. И в октябре они между собой уже заранее подерутся, да? То есть, мы будем все-таки следующего года ждать. И вот это противостояние, оно в голове... Самое главное, что Багдат там, ну, прошел. Ну, не знаю, победит сильнейший и, соответственно, Казбек, да? Если они оба пройдут, то в следующем году это будет один из таких... Вот ты увидишь, Миша, ты же насмотрелся на российские бои, которые в России вызвали большой ажиотаж. Вот этот бой в Каистане, я тебе обещаю, если они сейчас оба пройдут, он вызовет очень большой ажиотаж. Слушай, я расскажу тебе, как промоутеру, да, и как владельцу лиги, насколько этот проект кажется каким-то прибыльным, ну, делать минимальный вес, потому что в свое время в UFC хотели и 57 запретить, потому что просто эти ребята к себе никакого внимания не притягивают, а 52 килограмма, это вообще, наверное, ну, то, чем пока люди не интересуются точно. Хоть это даже будет вес хазбика, если есть ролевые модели, есть герои, я думаю, все можно вывести. Вот, соответственно, на этих двух сейчас этот вес держится. Сейчас появляется много ребят, то есть с Узбекистана, с Кыргызстана, с этого веса, которые готовы подраться, готовы создать историю. А вот они сегодня, они уже... На сегодняшний день, ну, что ты понимал, у Казбека есть медаль Ерин Емберишин, то есть это государственная награда, которую вручают президенту. Они оба заслуженные мастера спорта вне олимпийских видах. Значит, это что означает, если в олимпийском виде ты становишься один раз чемпионом мира и получаешь заслуженного мастера спорта, тут они оба выиграли по три раза мир. Три цикла. Представляешь, три года подряд выигрывают в одном... А, в рукопашке еще... Не каждый год, а каждые два года делается. Да, мир, да? Каждые два года. Шесть лет подряд Казбек был чемпионом, лидером до этого весовой категории. И еще параллельно другие чемпионаты. Ну, еще, да. И профи дрался. У Багги не было возможности. Почему? Потому что в той версии ММА, где он дрался, они не давали ему драться в профессионалах. То есть там был запрет. Это ММА, всемирная организация, которая потом включила в себя, соединила и МАФ, ну, вот Филькенштейн там был, я помню, Бравин, и вот это соединилось в федерации. И там был запрет на то, чтобы драться в профессиональной ММА. И вот сейчас они, как бы, делают историю. И я думаю, с такими именами, которые уже в любительском ММА состоялись как легенды. То есть они их говорят, их как подшипные гости, превышают у себя на родине, у себя в городах, в регионах. Они звезды. Тот же Казбек здесь, там же, ну, Казбек Кургайский, ну, и здесь, и там, его знают. Багу вообще там, в Актюбинске, где не видят, там с ним фоткаются. Хотя он еще только в профи 1б всего лишь сделал. 1б и закончился решением, насколько я помню. Ну, не так, а, все, задушил. Два раунда, на втором или третьем раунде задушил, да, такой. А по росту просто, где брать их? Просто это жену, действительно, вес редкий. На самом деле... На детскую площадку хочешь? Я просто не стал 2го года. Миша, на самом деле, в Средней Азии очень много ребят с этого веса. Очень много. Почему? Потому что у нас существуют такие дисциплины, как боевой самбо, как рукопашный бой. Соответственно, в этих весовых категориях там 55 килограммов. Боевой самбо, это, насколько я помню, тоже где-то около 52, что ли, килограммов существуют эти весовые категории. И есть любители, которые выходят оттуда. Ну, и они достаточно... Скажи Казбеку там 2 года назад, что он плохой, плохо подготовленный боец. Это универсал. То есть у него и погоняло такой, да, там, универсальный солдат. То есть он все умеет. И бороться. Рукопашная, боевой самбо и многие-многие другие. Вот Панк, Ротелан, Жик-Пи-Жик, они все такие виды, где реально... Тебе надо быть умиршением. Жик-Пи-Жик вообще проводится в октагоне. Это тот же UFC, только любительская версия. Ну, и, естественно, в день дерешься там по 4 боя. Ну, такая ситуация. Так что, я думаю, проблем не будет с этой весовой. У нас уже в Ростере, в этом дивизионе около 7 или 6 бойцов есть. Там Узбеки, вот уже Шинкат подключился с Англией. Ну, с Англией же пацан приехал, ему негде драться. То есть, в этой весовой категории он приехал, подписался и, как бы, я думаю, дальше уже... Сейчас все зависит от него, от этого боя, как пойдет дальше. Если он, конечно же, выиграет Казбека, мне кажется, он станет очень сильный, такой знаменитый в Казахстане. И та история с багом уже продолжится между ними. Как бы это плохо не звучало, я знаю, на вас это, как бы, ну, вы, возможно, меня сейчас будете не любить, но это реально... Все может произойти в клетке также. Вот теперь супер-складку сделаем. Мне кажется, был, что Шафата мне надо побороть. Слава вдвоем. Шафкат, а ты же ездил с Нурбеком сейчас в Абу-Дабе. Как оценишь уровень вообще Нурбека? Ты же там на лапах и как-то... Гостень у вас какой-то был или что? Тренером был. Я держал лапы. Только лапы, да? А борьбы не было? Мистик, отчаянись. Через два дня я звоню сюда, как бы, нашему шефу, говорю, Эльдар Булатович, я что-то здесь как-то устаю. Каждый день тренируется. С ним выезжаешь. Он, ну, как бы, по режиму, говорит, все. Ну, я тоже как бы не отстаю. Говорю, все, поехали. Мы здесь в Алма-Ате раз в неделю, два в неделю тренируемся. Но сейчас хочу прям на каждый день поставить. А, допустим, у него там в день две тренировки должно быть, да? И в поездке я там выходил, мне приходилось потеть, не отставать. Ну, все-таки здесь как бы нам сбьет и как бы не усталять, короче, да? Не отставать от режима его. И работали. Но в день мы помимо тренировки еще где-то около 20 тысяч шагов делали. В принципе, прокачались за два дня хорошо там. Не решил перейти теперь в тренерскую деятельность? Я уже был тренером. Я был тренером. Я не завидую тренером. Это очень сложная, очень муторная такая работа. Она не всегда благодарная. Ну, как и многие труд неблагодарная со стороны может быть даже и спортсменов, со стороны каких-то других людей. Очень сложная профессия тренер. И истинный тренер, который доводит своего бойца до конца, который вкладывает в нее душу. Я считаю, что он герой, да? Герой вот этого всего времени, в котором мы живем. Что еще интересное будет по карду? Я видел, что там вот будет бразильский казахстанец, да? У вас есть такой? Другласс. Но он не совсем казахстанец, он получил вид на жительство, а не вид на жительство, а трудовую визу. Сейчас работают у нас, тренируются. Достаточно так хорошо прокачался за последнее время. У него слабое место была борьба. Ну вот Эдуард Базаров, я вот в октаву, когда его увидел, в борьбу, увидел, как он голову там пристарал, видел, да, у клетки, как он головой работал, как он защелся от борьбы, как он сам старался там. А у него соперник был не слабый, чеченец Хаджмурат забыл имя и выходец из изволенной борьбы. То есть он ему как бы практически вообще борьбу не отдавал, дарил ему выдохнуться и выиграл. Борьба у него поменялась. Я думаю, этот парень все-таки в 77 истории, он делает ее и так, но я думаю, он ее сделает. Сейчас он активно изучает казахский язык, очень ему понравился Казахстан, нравится наша кухня, наши традиции. Очень такой благоверный пацан. Да, да, очень хороший парень. Я думаю, я считаю, он чемпион будет в этом месте. Мое мнение просто. А ты работаешь с ним, да? Я с ним работаю. В спаррингах работаю, да, то есть один раз нокаутировал тебя, да? Что же еще? Ты разоклассник. Шевкат уже не помнит, потому что как раз был нокаут. Ладно, я не помню. Я никогда не был. Сейчас здесь у нас все нокаут будут. Окей. Нокдаун-то был, но нокаут-то никогда. Не, пусть худа и сортаться, не шхаши, бом-мэр-клэн. Казахстан, бляд, он ценит. Просто обычно, знаешь, ходят такие, но не слухи, не знаю, все обычно думают, что бразильцев привозят на убой. Это такие ребята, которые просто привезли под местного бойца, его там, не знаю, нокаутировали, задушили, и он уехал в Бразилию. А Пума не такой. У нас здесь занимаются два-три бразильца, три бразильца. Вообще должно было больше быть. Некоторые там уехали по семейным обстоятельствам. Здесь они проходят полноценные. Вот что мне интересно было, Бразилия, как правило, для нас всегда атрибутом ММА было. Мы там думали, ну, родоначальник, то есть там появились первые, да, бразильская джиу-джиу, ММА, там очень много бойцов, конкуренция очень большая. Валитуда у них вице-борта есть. И когда эти бойцы пришли, они нам сказали, первое их впечатление было, что, блин, у нас такого тренировка, ну, когда там, что сложно было, с этого, с бразильского на английский переводили, с английского на русский переводили, а потом еще кто-то на казахский переводил. То есть четыре, нужно было четыре языка, и когда они рассказывали, они говорят, что реально у нас на родине такого тренировочного процесса, цикла мы не проходим. Ну, действительно, профессионального. То есть они от нашей методики, от спарринг-партнеров, ну, и представь, им удается там спарринговаться с шахатом, допустим, да, там, ну, много бойцов, которые хотят, да, там, вместе в одном лагере быть, там, тренироваться, Асушка, допустим, да, там, чемпион, там, М1, многие-многие другие. То есть у нас есть разношерстные бойцы, были 7-7, вот сейчас этот, Пума, также и был Мадруга, Кай Калинкар, есть, он тоже в карде есть, кстати, дерется. Ну, для них это очень интересно. Потом, я думаю, что не все в Бразилии живут хорошо. Особенно в фавелах, наверное. Не так, как, допустим, наши рядовые, наши рядовые, не, ну, по крайней мере, наши рядовые боицы, он может себе позволить в любом случае, там, где-то у нас какая-то поддержка, есть еще что-то. Здесь вот все ребята, которые тренируются в этом зале, 70-80% из них, это, не сказать, что обеспеченные люди. То есть пришли там, нашли свой там, да. Да, я не видел здесь обеспеченных людей. Я тебе звание, вы звание нашли. Я недавно видел у тебя в сторис машину подарили. Да, я купил куда-то. Я, говорит, не видел обеспеченных людей. В зеркало подойди, посмотри, брат, что ты взял. Это, это не кстати. Нет, алхамдуллах, я сам зарабатывал, я для этого машину купить, сколько плохого? Сколько? А какая машина? Нет, 12. Там джип какой-то? Я помню, я помню Шафрата в 12-м году. 12-м, правда, да, кажется? Я помню Шафрата, я заметил. В 12-м году, когда он там первый казахстан в 12-м году. В 13-м году я чемпионом мира стал. Первый раз с Караганды принялся. Второе соревнование было, когда у меня по мужикам проехал, как раз документы получил сразу. Поехал, ничего там, по-русски даже слов не знал. Поехал, чемпионом мира стал. Пять боев выиграл там. После этого начался, короче, я все, работу бросил. Все, начался. Завниматься чисто ММО. Интересно хочу историю сказать тогда тренером Боя Морача был просто интересный. Я смотрю, какой-то Мерс стоит, 221-й, что ли. Как выход должен был аэропорт, мы смотрим, как у машины говорят. Они говорят, ты вывозь, мы тебя подарим. Начали от мира. Он тоже, Хазан тоже вот так сделал, конечно. Он думал, мы вывозь, я выиграл, потом говорю, где машина? Ну, то все. Я понимаю. Надеюсь, он сейчас смотрит это интервью, ему следует. Хозяин машины, который не подарил. Мне может кто-то пошутил, я просто серьезно приму. Я могли бы подарить. Нет, в принципе, рад, что столько добился, альхамдуллах. Это не просто так, что все впереди. Все, победа, это каждая победа, это как будто я туда выхожу, люди говорят, черт, у тебя соперник боится, не дерется. Я говорю, я столько пахал, чтобы он боялся, чтобы я так красиво, быстро выигрывал. Это люди-то не видят. Люди видят, где я там отдыхаю, охота, ты, говорят, не отдыхай, ты иди работай, занимайся. Ты куда-то меня учишь, я умею. Это болезнь. Не, болезнь, я понимаю, но просто всякие. Выкладывал бы тренировки, все говорили, одни тренировки только. Да, одно тренировки. Я просто сам, вот я где занимаюсь, я особо не люблю выкладывать, там, где лапы бью, чтобы меня не изучали. Я где-то по-тихому занимаюсь, я наоборот выставляю, где отдыхаю, где хожу. Они говорят, ты не ходи, зачем ты в гостях ходишь, куда-сюда ты занимаешься. Это тактический ход, так что с пониманием относитесь. Это все на пенограде. Я понимаю, все разные, просто они в моем месте не были, они не понимают, что такое тренировка, что так, как пахать, что такое режим. Просто говорить или что-то писать, это легче. Ну, я не вижу, чтобы кто-то мне подошел и договорил, или ты, вот так, вот так неправильно делать. Вот и все. Что, не пишите Шавкату ничего? Не, не, не пишите. Нет, поздравьте с покупкой машины. Нет, поздравим, спасибо. Первая машина, ну, не первая, наверное, которая купила. Или первая, которая купила. не, не первая, это четвертый, пятый. Еще здесь не видят обеспеченных людей. С джипа не видно просто. С джипа, вот так. Тонированный. Окей, слушай, а я забыл спросить по поводу веса. когда мы говорили про Пирейру, он же набрал 13 килограммов и гоняет тоже, он говорит там, типа, со ста или со скольки. С ста. Да, а что у тебя вообще по вот этому вопросу? Просто, я думаю, зачем мне говорит это весь, сколько гоняет людям, чтобы узнали. И все говорят, сколько ты вешаешь, зачем тебе узнать мою весу? Зачем свои секреты рассказывать? Я просто, если не люблю, там, я сколько-то вешу, там, меня трудно гонять или меня легче. Меня нормально гонять 7-7. Я в 8-4, я никак не могу перейти. Если был бы я, как Пирейру, 100 килограмм весил, я бы в 8-4 подрался бы. Зачем меня там себя мучить там в 8-4 играться. Потому что для моего веса 7-7 это идеальный вес. Я даже 70 могу сделать, это, это уже по здоровью, да? Это по здоровью у себя. Четкий полусредневес, мне кажется, высокий. 7-7 идеальный вес, мою вес как-то. Я уже 13-го года 7-7 берусь уже. Сколько? Ну, вес тоже потихонечко растет. Не так сильно, конечно. Вот все. Мой вес вот так. Неизвестен, а на весах 7-7. 7-7, да. Главное, делай. Да-да, главное, делай уже, зачем вам остальные цифры? Ну, а ты слышал вообще про что-то подобное, чтобы 13 килограмм набирали? Я просто про 13 не слышал, я слышал про 10, а вот 13, я чувствовал. Я тоже слышал, 10, 11 килограмм, ну, 13, это, не знаю. Нужно отдать должное бразильцам, у них действительно функциональная выносливость, и вообще в этом плане они терпяги парни, да? И, наверное, с фармакологией очень сильно хорошо подружились. Вот нет, он будет, мне кажется, доброе время сделать, потом все, организм в ногах откажется, и все. Хадибе тоже так же был, он гонял, гонял, никогда не получался, организм тоже же как. Ну, видишь, Перейра, во-первых, и возрастной ему 34, 35 даже, да, а во-вторых, он же в кикбоксинге уже сколько лет тоже и гонял, и выступал. Ну, наверное, кикбоксинги много не гоняет, и, соответственно, борьбы нету, там, наверное, если сравнивать, что они с Адесаней дрались, какой-то промежуток времени, наверное, мне кажется, он даже сам меньше везет. Там очень много боев же в кикбоксинге, и тебе невыгодно гонять постоянно. Да, да, у тебя каждые 3 недели может быть бой, если ты заходишь. Кстати, по поводу фармакологии в Бразилии тоже, у меня знакомые бойцы туда ездили, и условия в залах, и там прям есть такая работа, выездные медсестры, они прям приезжают в зал и ставят всем. Миша, тебе, наверное, этот вопрос никто не задавал, как ты приехал сюда, но мне очень интересно, как тебе вообще в Казахстане? Мне Канина нравится, кстати. А, Канина? Мы с тобой ели, кажется, да? А, мы с тобой ели Канина. Канина мне нравится, а так, я не могу сказать, что это сильно для меня изменилось, что записывал казахстанских бойцов, что я сейчас приехал, записываю. в принципе, очень круто, что в Казахстане ММА развивается, и, собственно, это была причина, почему я выбрал именно Казахстан, хотя там было много направлений, куда можно было поехать. А вот чувствуешь ли ты, ну, допустим, в плане там организации ивентов и многих-многих других вещей, там, подготовки бойцов, да? Мы сегодня на неплохом уровне в среднем. А, ну, допустим, есть ряд промоушенов, о которых не знают даже в России, то есть в соседней России, там, можно сказать, даже, ну, в Узбекистане, может, знают, в Кыргызстане знают, но в России не все знают. Чувствуешь ли ты себя, наверное, вот таким, Марко Поло, да, который пришел... Пришел недалеко, кстати, но делаешь какие-то открытия, да? Ну, может быть, не знаю, отчасти. Расскрываешь персонажи. Просто, на самом деле, если есть... Расскрываешь персонажи. Мы тоже с тобой до этого общались за кадром, что в Казахстане, в принципе, есть, по-моему, два, ну, известных таких и в России тоже каналов, были известны, вот Сула, его, в принципе, в России, мне кажется, кто-то знает. Ну, кажется, сейчас не смотрят. Не смотрят в России, да. Сейчас уже точно не смотрят их, вот. И я тоже не очень понимаю, почему в Казахстане не очень хорошо с развитием ММА в плане медийности, при том, что промоушен... Лень же. Ну, это новая, нет, новая индустрия. Ну, лень просто. Наверное, лень, да. Я не знаю, просто при этом, как бы, ну, бойцы есть, имена есть, а никто не ощущает. Вот как все устроено, допустим, в Казахстане во многих сферах касательно именно медиапространства. Ты работаешь, давай вот условно возьмем, в дарт-тиме. Не будем конкретно, ну, просто и других. Давай не дарт-тим, пар-тим. И ты работаешь в пар-тиме, где-то в какой-то команде. Удар, говори. Да. Удар. Удар-тим. Удар. И, короче, ты когда приходишь с идеей к руководству, говоришь, нам надо развивать медиаресурс, и тебе задают вопрос, зачем? Какие деньги это принесет? И ты вот на этом уже не можешь ответить. И это... А ты объясняешь, что популяризация вида спорта, это новые какие-то люди, это новые какие-то возможности? Ты говоришь, да, потом. Не надо YouTube. Потом давай. Потом. А у нас столько платформ. TikTok, Instagram, этот YouTube. Можно вообще... Ты еще не рассказывай, потому что на ферме тебя ждут зрители, которые хотят все твои фишки приобрести. Я думаю, что они ждут шутки. Да, шутки. Нет, шутки тоже будут. В общем, Миша, я бы хотел, чтобы ты тоже выступил. А какое число? 21-го. Я могу попробовать, надо только что придумать. Все. Ну, знаешь, как бы вот... Ну, я со стендапом. Не, не, не со стендапом. Я думаю, в Ахтюбе, очень много ребят, я знаю уже двоих, которые ведут какие-то подкасты, каналы, но не могут это сделать на том уровне, на котором вы хотели, наверное, да? И какие-то фишки подсказать, рассказать там, рассказать, как это работает вообще в целом. Я думаю, что да, могу поделиться. Так, что ждите, у нас шестой спикер. Кстати, я подумал еще, вот Пума же учит казахский, и ты хотел стендап на казахском сделать. Да, да, да. Может быть совместку, прикольно будет, типа, бразилец на казахском. Да, можно. Круто. Сейчас тут все свои эти, как его... Да, все мои секреты сейчас расскажут. А вы планировали реально это? Нет, конечно. Я к чему говорю, что этот... Все запланировано, и может быть, здесь даже план составим, как мы там на работе называем, экшн, да? Шавкат, ты будешь выступать, как добиться цели и заработать на первый автомобиль? Тоже такое можно выступить. Тренировка дома, тренировка дома, UFC. Да, да, да. В принципе, можно быть не бойцом, чтобы заработать, смотря какой тебе машина. Нет, нет, твой путь, про твой путь говорят. Мой путь, это вообще тезонный. Ты знаешь, что он на базаре в 12-м году тачки толкал? Нет, игрушкам работал. Все знает, в принципе. Про игрушку ты рассказал мне в интервью. Это такая тачка, и он все время кричал «Дорогу! Дорогу!» Я подумал, что он продавал машины, толкал тачки. Сейчас уже снегки начнутся. Я кайфую от таких историй, отвечаю. Ну, то, что, допустим, парень, да, какой-то там таскал грузчиком был, таскал мешки, ничего у него не было, по сути, возможно, даже это все делалось для того, чтобы... Он сначала таскал мешки, а теперь Мешков по октагону таскает. Ну, не Мешков же таскает он. У UC, наверное, для Казахстана Мешков. Наверное, для Болесиков некоторых. Друзья, я думаю, что вам понравилось, а может быть нет, пишите об этом в комментариях и пишите о том, что нужно, может быть, добавить в подкаст, что-то, может быть, убрать, какие темы нужно обсудить. Я так понимаю, что команда Найза, она читает все комментарии, делает после этого выводы. Подписывайтесь на социальные сети, на Изы, на Инстаграм, на Ютубчик, на ТикТок, который, да, скоро будет работать. Он работает? Он работает. Про стол писать не надо, мы специально не поставили. А можно же добавить его потом. Мне не нужен, все так делают. Зачем мы что, Мы что, хасл? Да, спасибо, что нас смотрели. Приходите на турнир, который будет в октябре 22-го, или 21-го числа. 21-го числа. Начнется первый турнир. В октябре, и следите за Найзой, каждый месяц обещают делать турниры Рахмет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова